Добрый день, коллеги! Рада вас приветствовать сегодня на площадке Profit.el. Надеюсь, меня слышно, видно. Постараюсь занять ваше внимание буквально 30 минутами. Разрешите представиться. Меня зовут Анна Кассия. Я являюсь руководителем отдела продаж отелей «Бекомбрю», дачи «Дельсоль», «Море лето». Сейчас подождем. Отлично, меня, значит, видно и слышно. Сегодня я хочу вам рассказать о наших планах, о наших отелях, которые уже существуют. И хочу рассказать также, что сегодня мы разыграем три сертификата на проживание в отеле «Бетомбрю». Это для самых внимательных слушателей. По окончании презентации я задам вам вопросы. Так что будьте внимательны, слушайте, отвечайте. И сертификаты вы посмотрите на проживание в отеле «Бетомбрю» в период межсезонья. И вы своими глазами сможете все увидеть, о чем сегодня я хочу вам поведать, рассказать. Также я хочу пригласить туристические агентства на день открытых дверей, который состоится у нас с 10 по 13 ноября этого года. Всю детальную информацию вы сможете узнать на нашем официальном сайте betonbrud.ru Либо подписавшись в Инстаграм на аккаунт beton, нижнее подчеркивание, брюд, нижнее подчеркивание, хотел. Либо вы можете написать нам на почту e-mail. c.sobachka.betonbrud.ru Более детальную информацию я вам расскажу по поводу дня открытых дверей немножечко позже. И я хочу вас также попросить тем, кому будет интересно, после презентации оставить свои контакты, я даже могу вам написать, позвонить сама. И перейдем тогда к нашей презентации. А сегодня я хочу рассказать вам, поведать о наших уже существующих четырех отелях. Все они работают по концепции, все включено. И изначально, когда мы создавали проект отелей, мы старались сделать их уникальными. Уникальными и по дизайну, и по интерьеру, и по концепции, чтобы когда вы выбирали, когда гости предлагали наши отели, вы понимали, на чему необходимо уделить внимание. Все отели работают по концепции, все включено. И первый отель, все наши четыре отеля уже существуют, это Дача Лиссоль, Бетон Брюд, Морилета, Фиолета. Сегодня также я хочу вам рассказать о двух строящихся объектах, это Грейд Эйд, и о нашем новом курортном комплексе, который будет объединять все эти отели, и будет уникальная инфраструктура, это курорт Мираклион. В конце презентации мы к этому вернемся. Итак, начнем. Сегодня я расскажу о нашем отеле Бетон Брюд. Это четырехзвездный отель, он работает по системе «Все включено». Он круглогодичный отель, был он открыт в 2016 году. Когда мы его создавали, дизайнерами была придумана уникальная идея переформатировать старую фабрику в уникальный отель на побережье Черного моря. То есть я думаю, что нам это удалось. Те, кто у нас уже был, отдыхал, сами, наверное, уже видели. Отель у нас расположен на второй береговой линии. Площадь отеля занимает два гектара. На территории находится восьмиэтажное здание, где расположены 173 номера. Также на территории есть четыре коттеджа, тоже с дополнительными категориями номеров. Большой открытый бассейн, 850 квадратных метров с детской зоной. Также у нас на территории отеля есть термальный спа-комплекс, который функционирует круглогодично. Он очень полюбился нашим гостям, особенно в период межсезонья. В спа-комплексе у нас есть лаконим, хаман, гидропрук, душ впечатления, русская парная, финская парная. Работает спа-комплекс с восьми утра до восьми вечера. Посещение не ограничено, то есть сколько человек хочет побыть в термальном спа-комплексе, столько он там и находится. В термальном спа-комплексе даже есть скрытый бассейн, площадь 300 квадратных метров с детской зоной. То есть все для комфортного отдыха нашими гостями. В отеле представлено 21 категория номеров. Все эти номера уникальны, не повторяются в дизайне. И наши постоянные гости очень любят бронировать отель и менять категорию номеров. То есть когда вы приезжаете, вы всегда оказываетесь в другом номере, где представлен другой дизайн, вид на море, или боковой вид на море, либо вид на территорию. Все это также учтено. А что же подразумевает концепцию «все включено»? Помимо питания и проживания, мы также постарались включить дополнительные услуги, которые включены в стоимость проживания. Это напитки в баре около бассейна, это термальный спа-комплекс, как я уже ранее говорила. Это также можно воспользоваться с прокатом спортивного инвентаря, хранение багажа, ежедневная анимация есть на территории, шаттл курсирует к морю. У отеля есть собственный пляж, оборудованный. На территории также есть кинозал, бильярдная, детская комната, игровая, воспитательная, спортивная площадка. То есть когда вы приезжаете в отель, вам не обязательно покидать территорию отеля. То есть все, что необходимо для комфортного досуга, у вас уже есть. В период межсезонья также в отеле очень пользуются конференц-залы спросом. Здесь можно проводить банкеты, корпоративы, Новый год встретить, день рождения, либо свадебные мероприятия. Специально для гостей мы постарались разработать меню банкетов и кофебрейков. То есть это тоже очень необходимы такие услуги. Что включает в себя дополнительные услуги, которые не входят в стоимость проживания, но которые также представлены в нашем отеле. Это великолепный ресторан Брют-8 на восьмом этаже с панорамным видом на море. Это грузинский ресторан, сам пришел. Это караоке-бар, бильярдная, кальянная. То есть все эти услуги, они есть на территории и гость может комфортно проводить свои вечера. На территории Бетонбрют мы в этом году достроили закрытую площадку театральную, где мы проводим всевозможные мероприятия, вечерние анимации также проводим на этой территории. Площадка пользуется спросом еще для проведения конференции, потому что огромный у нас специальный экран, где любят спикеры именно общаться и презентовать продукты на этом экране. То есть он очень большой, комфортный, интересный зал. Перейдем к следующему нашему отелю, который был открыт в 2015 году. Это самый первый наш отель, это, скажем таки, самый-самый уникальный для нас, потому что он, повторюсь, первый. И в чем еще его уникальность была? Когда мы его создавали, мы постарались сделать некую такую дачу на берегу моря. Я думаю, что у нас это получилось. В чем уникальность? Это отдельно стоящие бунгало, непосредственно расположены на земле. То есть люди, которые устали от городской суеты, приезжая к нам в отель «Дача Дельсоль», спокойно отдыхают с детками. Он позиционирует себя больше как отель для отдыха с маленькими, с малышами, потому что родители могут спокойно, комфортно отдыхать на террасе. У каждого бунгала есть своя терраса. Отдыхать на террасе. А детки гуляют на территории. Территория закрытая, комфортная, охраняемая. Особенно очень много детских площадок на территории представлено. И родители любят бронировать номера недалеко как раз от песочниц, где детки спокойно отдыхают, наслаждаются отдыхом. И в следующем году, вот хочу вам немножко так приоткрыть занавес, мы будем полностью переформатировать номерной фонд. Мы будем расширять работу ресторана «Шведская линия». Будут строиться детский клуб. Специально все для маленьких детей. То есть, вот так вот заточено немножко направление наше. В отеле представлено семь категорий номеров. То есть, каждый гость может выбрать себе номер по душе. Каждый номер у нас оснащен холодильниками, телевизорами, халатами, банными принадлежностями, тапочками, чайным набором, сейфы, доска гладильная с утюгом. То есть, все то, что необходимо для комфортного отдыха и не надо с собой ничего везти. Следующее, что входит в систему «Все включено» в отеле «Дача Дель Сой». Можно сказать то же самое, что в отеле «Бетон Брюд». Здесь на территории есть огромный бассейн комфортный. Он расположен как раз недалеко от детской комнаты. То есть, когда даже родители сидят около бассейна, либо купаются, детки под присмотром у воспитателя. В питание входит, как я уже ранее говорила, в наливки в баре около бассейна, прокат спортивного инвентаря, велосипеды, самокаты, хранение багажа, ежедневная анимация, собственный пляж, кинозал, биреядная, детская комната с воспитателем, детская площадка. Следующее, что входит в дополнительные услуги, какие есть на территории «Дача Дель Сой». Гости, которые бронируют номера в отеле «Дача» либо же в «Бетон Брюд», либо же в других отелях, которые я озвучу далее, они могут воспользоваться услугами других отелей. Когда вы приезжаете, допустим, в отель «Дача Дель Сой», вы можете заказать столик в ресторане «Брюд 8», либо пойти попробовать термальный спа-комплекс, либо просто хотите ознакомиться с территорией «Бетон Брюд», вы можете этим воспользоваться. В отеле «Дача Дель Сой» также есть ресторан, также вы можете выбрать услуги, такие, допустим, как экскурсия. На территории также есть небольшая сувернирная лавка, где вы сможете купить сувернирную продукцию. Следующий отель, который мы открыли в этом году, это достаточно новый отель. Он также отличается своей уникальностью, это дизайн. Отель у нас в таких вот ярких фиолетовых тонах, тоже работает по системе всех причинок. Отель больше заточен для гостей с детками старше 12 лет. Объясню почему. Потому что в отеле есть огромный, просто самый большой из всех наших отелей бассейн, больше тысячи квадратных метров. На территории отеля представлена спортивная площадка, где дети могут заниматься футболом, баскетболом, волейболом. Открытая тренажерная площадка, детская площадка. И гости могут... На территории фиолета занимает больше трех гектаров, то есть на территории комфортно находиться, отдыхать, проживать. Мест достаточно много для всех. В отеле 7 категорий номеров представлено, и в этом году мы достраиваем еще 75 номеров в третьем корпусе. Что входит по системе все включено? Также питание, проживание, бассейн, как я уже ранее озвучивала, кинозал, есть собственный пляж, детская игровая комната комфортная, шаттл курсирует к морю, что немаловажно, кинозал, спортивная площадка и прокат детских принадлежностей. Если, допустим, в каждом отеле у нас вы можете взять на прокат от кроватки до горшка, то есть все, что необходимо для отдыха с ребенком, нужно будет с собой везти. И мы очень лояльны к нашим маленьким гостям. Если, допустим, необходимо какое-то специальное меню для ваших маленьких детей, вы обязательно можете подойти к администратору ресторана «Шведская линия» и оговорить с поваром все, что вам необходимо. Дополнительные услуги, которые есть на территории отеля «Фиолета». Трансфер – вы можете забронировать его, если вам необходимо встретить в аэропорту либо ЖД вокзала. Ресторан у нас на территории «Фиолета» рядом с бассейном находится греческая таверна «Стунэраба». И концертная площадка, где гости отдыхают в течение всего дня. Вечером представлены анимационные мероприятия. Гости получают комфортный отдых, наслаждаются им. И также гости могут воспользоваться, как я уже ранее говорила, всеми услугами, которые есть на территории «Бетонбрюд» либо «Дача Дальсоль». То есть вы можете прийти, попробовать отдохнуть в бассейне, то есть сравнить для себя, посмотреть и, может быть, определиться с отдыхом на следующий год. А четвертый отель, который я бы хотела вам еще презентовать, он у нас трех звезд, но это не отель менее категории, то есть у него спектр услуг, которые есть и в других отелях, также представлен. Единственное отличие, которое есть у нас среди других отелей, ранее перечисленных, это его территория. Он расположен на полтора гитарах, имеет два корпуса. Корпуса у нас желто-голубые, поэтому это название «Море летом», бассейн на территории есть, детская игровая комната, бильярдная и ресторан, небольшой ресторан на втором этаже динамичативного корпуса. Также в прокат вы можете взять спортивный инвентарь, ресторан на втором этаже, которые включены в стоимость проживания. Ресторан «Шведская линия» в каждом отеле работает с 8 утра до 8 вечера, и промежуточное питание тоже представлено в каждом отеле, то есть гости никогда не будут голодными. В отеле представлены две категории номеров, каждый номер ослащен всем необходимым для комфортного отдыха. Я уже говорила, что входит в стоимость проживания, повторюсь еще раз, это питание, напитки в баре около бассейна, открытый бассейн с прокатом спортивного инвентаря, хранение багажа, ежедневная анимация, бильярдная детская комната с воспитателем. Ну и хочу сейчас немножечко перейти к двум отелям, которые мы запланировали, открытие запланировано в 2021-2022 годах. Они сейчас находятся на стадии строительства. Первый отель, который я хочу вам сегодня презентовать, это наш новый отель «Грейт Эйп». Он будет работать также по системе «Все включено» – семейный отель. Отель будет расположен на площади 3 гектара. Общая площадь здания будет составлять 35 тысяч квадратных метров с большим номерным фондом. На территории бассейна будет два огромных бассейна, на территории отеля, простите, будут два огромных бассейна площадью почти 2 тысячи квадратных метров. Большой термальный спа-комплекс, который будет занимать два этажа с крытым бассейном. Мы предусмотрели все для самых маленьких детей, то есть отдыхать будет комфортно как взрослым, так и детям. Сейчас я вам покажу, какой будет поставлен номерной фонд в этом отеле. Немножко подвисает. Отель будет также круглогодичным, как отель «Бетон Брюд». Все номера у нас будут очень интересными, комфортными, с новым дизайнерским решением. Следующий отель, который тоже находится на стадии уже строительства, ведутся уже отделочные работы, это отель «Сунц». Он не будет работать по системе «Все включено», но это не делает его непривлекательным. Он даже, скажем так, отель «Инвизибл». Открытие отеля планируется в 2021-2022 году. Отель у нас в этом году выиграл золотой диплом на открытом смотре архитектурных произведений. Площадь отеля будет занимать 4 гектара, с самого здания 28 тысяч квадратных метров, где будет представлено 210 номеров. Также на территории отеля будут находиться 13 коттеджей. Ландшафт предусматривает такой отдых, чтобы вы смогли комфортно обитать, даже не пересекаться с другими гостями. У каждого коттеджа будет свой бассейн и термально большой спа-комплекс. Отель «Сунц» расположен прямо на первой береговой линии. Отель «Грейт Эйд» будет немножечко за «Сунц» расположен. Давайте немножечко вам покажу дизайн номеров. Вот как выглядит здание «Сунц» расположен как раз к выходу к морю. С выходом к морю, простите. Уникальный, интересный отель. Такого еще на побережье Краснодарского края, пока нет. Ну и сейчас я хочу рассказать о нашем курортном комплексе, который будет объединять все эти отели, которые строятся, которые на этапе строительства и которые уже и существуют. Сейчас вот на карте я все, что желтым выделил, это зона, которая будет принадлежать курорту Мироклеону. А по цифре 6, 1 и 2 и по цифре 3 это уже существующие объекты. Это отель «Бетон Брю», дальше «Дель Соль», «Фиолета» и детский санаторный курортный лагерь «Жемчужина Россия». По цифре 4 и по цифре 5 это новые отели, которые у нас открываются в 2021-2022 году, «Брейд Эйд» и «Фиолета». А немножечко ниже вы увидите, желтеньким это прямо на пляже, береговая линия по типу «Инфинити» маршрут. Сейчас вот на этой карте я более детально хочу уделить внимание городу Мира, базару и маршрут «Инфинити». Что же это такое? Город Мира. Мы строим отели, которым присвоим каждый город Европы, и этот стиль будет отображен как в фасаде здания, так и в номерном фонде. Объединять все эти отели. Будет большая территория, инфраструктура, где будет расположен открытый бассейн, он будет иметь доступ, все желающие, кто хочет побывать в этом отеле или в этом курорте, могут воспользоваться бассейном открытым. И также будет на территории именно курорта Мира, город Мира, будут представлены рестораны «Шведская линия» с разными куклами. То есть это отдельная некая резиденция, скажем так, где представлены все отели новые, и есть территория, когда, допустим, гости приезжают вообще в саму Анапу, то есть не обязательно останавливаться в нашем отеле, просто можно посетить эту территорию. Ну и прогулочные зоны и площади. То есть на территории курорта мы предусмотрели все возможные площадки, где будет комфортно находиться гостям, прогулочные зоны, террасы, узлы и спуски к морю. То есть будет выглядеть это вот именно так. Проектирование курорта Мира Клеон у нас рассчитано на 10 лет, и мы уже сейчас этим занимаемся. То есть вы видите, как будет комфортно, уютно, интересно, то есть любому от самих маленьких детей и старше. Сейчас я хочу вам представить базар. Что же с собой предусматривает базар? То есть это скопление всех торговых точек в одной зоне. То есть вы можете здесь как приобрести фрукты, овощи, продукты питания, так и принадлежности, необходимые для проживания, для отдыха на Черноморском побережье. Мы постарались все это скопить, сконцентрировать все в одном месте, чтобы вам удобно было не ходить, не искать, а это все будет в одной зоне. Ну и какой курорт без своей пляжной зоны? Это инфинити маршрут. Мы хотим создать, точнее уже спроектировали, уже создаем, воплощаем такую площадку, где гости могут отдыхать, где гости могут кататься на велосипедах, где гости могут просто спускаться к морю, допустим, насладиться вечерними закатами. Скажем, такой небольшой вот у нас вечерний набережный променад. То есть как это вот инфинити маршрут будет представлен. Зона пассивного отдыха, зона активного отдыха. То есть выглядеть будет это именно так. Ну и мы не только проектируем, строим отели, но и сейчас у нас на этапе уже разработки мы хотим создать, уже точнее создали онлайн-площадку, где турагентства могут спокойно заходить, бронировать наши отели на специальных условиях в своем личном кабинете. Это будет площадка, называться Мерклеон Тур. Поэтому следите за нашими новостями. У отеля, у курорта Мерклеон уже есть своя страничка в Инстаграме, Мерклеон, нижнее подчеркивание, курорт. Поэтому вы можете подписаться, быть всегда в курсе всех новостей. Открытие курорта Мерклеон планируется, уже планируется сейчас, но уже в этом, скажем так, в этапе. Она рассчитана на 10 лет. Строительство Грейд Эйд и ЦУНС у нас рассчитано на 2021-2022 году. Поэтому приглашаем всех, еще раз повторюсь, на день открытых дверей для турагентств. Мы вам покажем, расскажем более детально, уделим внимание и постараемся ответить на все ваши вопросы. Теперь я хочу, как я и обещала в начале презентации, я попозже постараюсь ответить на все вопросы, которые я вижу в чате, буквально пару еще минут. По правилам программы я обязана сейчас озвучить вам вопросы, на которые, если самые внимательные слушатели, ответят и выберут проживание в отеле «Бетонбрюд». Мы с вами сможем увидеться, встретиться, рассказать. Увидеть вы сможете все, о чем я рассказала, своими глазами. Давайте тогда первый вопрос для самых внимательных я задам, озвучу. Подожду пару минут, потом увижу, кто первоответил, и тогда я думаю, что модератор поможет мне с вами связаться и предоставить вам этот сертификат. Вы сможете собронировать проживание. Значит, готовы. Первый вопрос, который бы я хотела озвучить, это как называется ресторан в отеле «Бетонбрюд» с панорамным видом на море, который расположен на восьмом этаже? Нет, не сам пришел. Вот, да, я вижу, что уже есть. Посыпались правильные ответы, все верно. Ресторан на восьмом этаже в нашем четырехзвездочном отеле «Бетонбрюд» среди зеленомерзкой кухни называется «Брюд-8». Я думаю, что модератор мне поможет потом связаться с первым правильно ответившим гостем. Следующий вопрос, который тоже я озвучивала ранее, это количество номеров в отеле «Бетонбрюд». Ну вот, правильный будет ответ, где все номера представлены, включая и «Дилу», не только основной корпус, но и номера, которые находятся в таунхаусах. В отеле «Бетонбрюд» на сегодняшний день 231 номерной фонд, 21 категории номеров, все верно. Я думаю, что мне также помогут попозже выбрать первого ответившего правильного победителя, и тогда я предоставлю подарочный сертификат. Ну и самый главный вопрос, который я озвучивала в конце. Какой онлайн-инструмент мы разрабатываем для удобства работы с туристическими агентствами? Замечательно. Прямо все так внимательно слушали. Спасибо вам большое. Да, я думаю, что уже пошли правильные ответы. Спасибо. Да, все правильно. Мерка и он тут. Поэтому все те, кто правильно ответил на вопросы, я жду. Я думаю, что с вами модератор передаст вам или мои контакты, или вы передадите мне свои контакты. И обязательно я забронирую вам номера в отеле «Бетонбрюд». Жду вас на день открытых дверей. Повторюсь еще раз. Он состоится с 10 ноября по 13. Мы постараемся вам все более детально, о чем я вам сейчас рассказала, презентовать, показать, рассказать о наших новинках, о наших всех предложениях. Вот, следите за нашими новостями. Спасибо. Я думаю, что все, все ответили. Если будут... А, простите, еще. Вы задавали мне вопросы. Тогда еще пару минут. Давайте я тогда пройдусь по вашим вопросам. Да, вопрос риторический, Светлана. Зачем в России называть отели на западный манер? Я не скажу, что у нас хоть один отель был назван так, как называются в отеле в Европе. Честно, я еще такого не встречала. А почему мы называем? Чтобы люди запоминали, легко запоминали эти отели. Поэтому, допустим, «Море лето» – тут простое название. Отель расположен на берегу моря. Поэтому море лето. Отель «Фиолета» – необычное название, соглашусь. То есть, когда вы приезжаете в отель, вам должно быть «Фиолета» на все, только вот именно комфортно отдыхать. Отель «Бетонбрюд». Почему назван так был отель? Потому что отель расположен в здании, которое раньше было фабрикой. И мы придали такой некий шик-лост в стиле шампанского. Так и получился вот «Бетонбрюд». И отель «Дача Дель Соль» – это резиденция дачи на Черноморском побережье. Так, открытый бассейн подогревается вне сезон. Смотрите, вне сезон у нас бассейн только в «Бетонбрюд». Он не подогревается, но очень комфортная температура воды, потому что отель у нас расположен на Черноморском побережье. Все равно здесь, в относительной средней полосы России, здесь намного теплее. Но он не подогревается, но комфортная температура воды. Есть рядышком прям открытый бассейн. Так, коляски есть в прокате, да. То есть для самых маленьких у нас есть как коляски, кроватки, стульчики для кормления, горшки. Все, что вам необходимо. Вы можете заранее связаться с отделом бронирования 8 800 224 44 и уточнить, что вам необходимо, чтобы бронист внес эту корректировку. Со станции железнодорожного вокзала «Тоннельная» собираемся. Да, мы можем, мы предоставляем трансфер. Есть акции, когда трансфер включен в стоимость проживания. То есть следите за новостями наших страничек в Инстаграм. И вы можете также уточнить при бронировании номера в отеле, предоставляется ли вам трансфер по данной услуге, либо нет. Если нет, то вы можете просто забронировать, мы вас обязательно встретим. Много жалоб на новый отель. Какой именно? Хотелось бы уточнить. Что касается жалоб. Смотрите, ну я не думаю, что у нас вообще в мире есть отели, на которые не жалуются гости. Обязательно есть какие-то нарекания. Но хочу сказать, что мы работаем с гостями. В каждом отеле есть консервис, служба есть, менеджер, который работает, обрабатывает эти заявки, разговаривает с гостями, решает все вопросы. Поэтому не переживайте, мы с гостями работаем, сотрудничаем. И стараемся, чтобы гость остался удовлетворенным во всем вопросах. Так, как называется новый отель? Ну, наверное, я думаю, что новый отель Great Aid, вы имели в виду пятизвездочный отель, и отель Sun, который будет открыт у нас в 2021-2022 году. К летнему сезону 2021 года откроется первый отель, в 2022 году откроется второй. Какая общая территория всего курорта? Это более 20 гектар. Дача Дель Соль открылась, да. Ну, это уже ответы пошли на вопросы. С туристическими операторами мы уже открыли продажи на 2020 год. Раннее бронирование по нашим отелям уже было представлено на наших официальных сайтах. Они у нас начали свои действия с 1 августа по 15 октября. То есть достаточно длительный период. Поэтому все те, кто успел, хотел забронировать, они уже осуществили свое бронирование. Но мы всегда готовы для вас интересное предложение, поэтому следите, смотрите, спрашивайте. Мы еще постараемся акции для туристических агентств придумать как раз ко дню открытых дверей. А стройка не мешает отдыхающим. Объясню почему. Потому что во время отдыха строительство любого объекта на территории Краснодарского края, на побережье, на курортном, запрещено. Поэтому мы не строим и гости даже не пересекаются с этим. Все, тогда я надеюсь, что я ответила на все ваши вопросы. Очень буду рада вас видеть всех 10 ноября. Даже в любое время дня и ночи, когда у вас возникнут вопросы с вашими туристами, либо какое-то уточнение, пожалуйста, обращайтесь. Я буду рада вам помочь. Звоните, можете записать номер телефона нашего отдела бронирования. Вас обязательно переведут на меня. Номер отдела 8 800 224 44. Вы можете написать на почту любого из отелей. Мы обязательно вам ответим. Ну, спасибо вам большое за внимание. Всего хорошего. Рада была вас всех здесь видеть. Спасибо. Спасибо.